Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, и я рада приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня видео будет на одну из самых популярных тем на ютубе About Fixed Price. Буду рассказывать о своих последних покупках, достаточно спотанных Fixed Price. И если вам интересно видео Fixed Price, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Сразу скажу, что пошла Fixed Price. Я за своими любимыми вешалками. И отвечая на логичный вопрос, Маша, почему тебе не купить сразу 5, 10, 15 вешалок, объясняю. Я хожу в Fixed Price обычно одна, максимум с подружкой. Если бы я ездила с папой или с молодым человеком, то я спокойно бы взяла 10, 15 вешалок и загрузила их в машину, и поехала бы довольная домой. Но так как я одна, и мне достаточно тяжело нести все это в руках, и мне в принципе нельзя носить тяжелые пакеты, баулы, поэтому я ношу по одной вешалке раз в несколько месяцев. В этот раз я купила вот такие вот вешалки, то есть обычные, мои любимые, вот эти вот типа пошелковые вешалки. Обожаю их, потому что они не тянут вещи, на них можно вешать и такие вещи, как шубы, они тяжелые, но они все равно как бы никак не портят, не оттягиваются. Также и блузочки, они тоже не портятся. Единственное, что здесь нет никаких вот приспособлений, чтобы вешать юбки и платья, у которых именно вот, как сказать, лямочки такие. Но что делать для этих платьев и юбок, есть другие вешалки. А эти вешалки я использую в основном для деликатных каких-то вещей, для блузочек, своих пиджаков, мне очень-очень нравится. Сразу покажу вам все, что я купила еще по хозяйственной части. Купила я сменные ролики для, как, ворса собиралки, кошка собиралки, я не знаю, как он называется, ролик для одежды, грубо говоря. И от него сменные блоки купила. Здесь у нас по 11 метров каждый блок, их две штуки. И мама, по-моему, сказала, что она их покупала в Окее около 80 рублей. Я покупала их в фикс-прайсе за 43 рубля. Фикс-прайс, кстати, подорожал, меня это очень сильно расстроило. Но, как бы, курс доллара, у китайцев все за доллары. Окей. Вот, данные ролики стоят дешевле, чем в Окее, абсолютно такие же. То есть в Окее реально продаются абсолютно такие же, только в два раза дороже. Зачем платить больше? Непонятно. Следующее, что я купила, тоже по хозяйственной части, так сказать, с опозданием, это тарелочку с сердечками. Как бы, наверное, она подразумевалась под День Святого Валентина. Но на День Святого Валентина я не хожу в фикс-прайс, я хожу в другие изведения. Тарелочка очень-очень милая, очень красивая. Я думаю, что она будет хорошо смотреться и на другие праздники, просто потому, что она очень яркая, и, как бы, сердечки, солнышки. Достаточно нейтральный рисунок, мне очень-очень понравился. Очень красивая, яркая тарелочка. Можно использовать под закуски. Также, как всегда, я покупаю игрушки для животных в фикс-прайс. В этот раз я купила мышек, их на самом деле было две. Здесь была еще такая оранжево-желтая мышка, но кот ее уже куда-то тащил в свои владения. У меня маленький кот, он играет с такими вот всякими игрушками, мышками. Вот эта мышка пока еще осталась здесь. Что мне нравится, она легкая, то есть он ее реально может катать, таскать, сколько ему влезет. Плюс это реально такой шарик, который сам по себе, там что-то внутри, как, какие-то шарики, но они, видимо, пластиковые, они просто как шуршат. И также у нее хвостик звенящий вот такой вот, который, как бы, естественно, и привлекает больше всего животное. Очень милые мышки. В принципе, вот так вот, если подергать все детали, все это очень крепко приклеено. Поэтому я не думаю, что он быстро поотрывает все эти детали. Но я думаю, что хвост, конечно, естественно, первым оторвется. Но, ну ладно. Мы можем это пережить, причете, что обе мышки стоят 43 рубля. Очень-очень классные, мне очень нравится. И главное, у них очень крутой дизайн. Просто вообще. Была бы котом, сама играла. Также я прикупила себе уже для макияжа, для причесок, зажимы для волос. На самом деле, я реально, когда крашусь, или когда, допустим, я делаю какую-то прическу, я реально понимаю, что вот не хватает мне чего-то вот такого, каких-то зажимов для волос. Очень крутые, очень качественные. Здесь 4 штуки таких вот девичьих розово-голубых цветов. Зажимы очень качественные. Они, скажем так, очень мягкие. В том плане, что вы сами не поцарапаетесь, как, например, с железными какими-то вот такими заклепками, крокодилами. Также они очень хорошо держатся на волосах. То есть вот, если ее закрепить, она реально не съезжает. Вот, никак не травмируют волосы. Очень крутые, очень классный дизайн. Мне понравились. Я думаю, что я себе куплю еще зажимов, чтобы у меня прям вообще душенька была моя довольна. Также у меня надвигается небольшой, как небольшой, большой праздник. Правда, видео я буду уже скидывать после празднования. Но сам факт, у меня надвигается день рождения близкого мне человека. Поэтому я готовлюсь к этому днерождению. И были различные варианты. Он до сих пор не знает, как он будет праздновать днерождение. Поэтому я решила, что мало ли, а вдруг. Поэтому закупила. Ну, вообще, в принципе, в хозяйстве нужны. Я закупила огромное количество вот таких вот соломинок. Потому что, на самом деле, постоянно как расходный материал. И плюс, реально нужно иметь постоянно большое количество. Потому что могут прийти гости. Самой просто может прийти в голову идея каких-то коктейлей. Ну и вообще, как бы, соломинки не помешают. Тем более, я стараюсь чай черный, кофе пить через соломинку. Потому что я отбеливала зубы. Кстати говоря, в видео о моем отбеливании я вам прикреплю где-нибудь вот здесь. То есть, соломинки пока не пробовала. Я думаю, что обычные, хорошие, качественные. Мне привлекли расцветки. Потому что очень яркие, очень классные. Я люблю и розовый такой вот, анионовый, фиолетовый, синие цвета. Поэтому мне прям вот из-за цветов понравились эти соломинки. Я думаю, по качеству, в принципе, меня не разочаруют. Здесь 150 штук. И мне, я думаю, что хватит надолго. Если не придет 150 человек гостей. И купила я вот такие вот классные свечи с днем рождения. Ну, просто реально уже 20 с лишним свечей. С большим лишним свечей. Уже ставить на торт, ну, как бы некуда. А здесь их 13 штук. Они очень яркие. Будут просто с днем рождения. Очень крутые. Просто, мне кажется, в принципе, обычно наборы свечей очень дорого стоят. Я по себе помню, что вот именно вот эти вот наборы свечей. Их, по-моему, самих свечей много в этом наборе. А вот именно подставок под свечи очень мало. И поэтому приходилось покупать по два набора. Стоят они, по-моему, не дешево, очень не дешево. По-моему, 100 рублей стоит один набор вот этих вот банальных свечек. И каждый раз вот это все покупать. Потом половина выкидывается, естественно. Ну, зачем это надо? А здесь сразу у вас очень нарядный такой небанальный вариант с днем рождения будет. Именнику не надо мучиться и задувать тучу свечей. Портить торт не надо. Ну, то есть вы меньше портите торт, если вы втыкаете 13 свечей, а не 356. И просто, в принципе, не банально, что будут буковки. Мне нравится. Очень классно. Будем пробовать. Надеюсь, что они какие-нибудь там, не знаю, токсичные. Они не потекут в торт. И ничего с ними не случится. Вот. И если что-нибудь случится, я обязательно вам расскажу. И последняя покупка. Она просто, я не знаю, под влиянием чего. Я вроде трезвая, пошла в магазин после работы. Но мама моя минут пять была в истерике, не могла успокоиться, когда увидела, что я купила фикс прайс. Сейчас я вам все покажу. Сейчас я вам все прекрасно покажу. Ну, я сама не знаю, зачем я это купила. Я подумала, что в хозяйстве обязательно мне это пригодится. Да. Я подумала, что вот обязательно мне пригодится. Не знаю, зачем, но пригодится. И также у меня есть хвостик. То есть вот такой вот набор для вечеринки. Как он тут называется? Набор аксессуаров для праздника и вечеринок. Ну, у меня на самом деле мысли разные посетили, что можно не только для вечеринок использовать. Ну, точнее, для приватных каких-нибудь вечеринок. Не знаю, но на самом деле просто я для поднятия собственного настроения купила такую фигню, чтобы реально посмеяться. Ну, 43 рубля стоит вот это вот все удовольствие. Я считаю, что это абсолютно недорого. Причете, что перед Хэллоуином вся эта лабуда стоит в разы дороже. И даже не в 10 раз дороже это все стоит. Поэтому, ну, к Хэллоуину, к следующему. У меня есть идиотский костюм. А если я не задумаюсь быть какой-нибудь ведьмой, кого-нибудь заколдовывать. Ну, хотя, кстати, у меня вот полосебная палочка тоже есть. Но в любом случае, мне костюмчик этот по качеству, в принципе, понравился. Почему бы и нет? И почему бы в следующем году мне не быть какой-то, я не знаю, кто это, какой-то гламурный леопард или кошка какая-то там, не знаю, заболевшая. Короче, что-то вот такое. Не знаю, почему-то самое смешное там была зебра. Там был обычный леопард, но я выбрала для большей идиотичности розового леопарда. Ну, вот как бы вот так. Итак, это все на сегодня. Это все мои покупки в фикс-прайсе. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Если вам понравился леопард розовый, в особенности ставьте пальчики вверх. И все. Напишите мне, пожалуйста, какие из моих покупок вам больше всего понравились. Напишите мне, пожалуйста, что интересного. Вы в последнее время видели фикс-прайс. Зачем мне еще нужно сбегать, сходить, что купить. Все. Кстати говоря, еще одна новость. Еще раз напоминаю вам, что у меня появился мой собственный паблик ВКонтакте. Подписывайтесь на него. Буду всех ждать в гости, потому что там я хочу с вами больше общаться, получать с вас обратную связь. Оставлять можно будет свои вопросы, запросы на видео. И все. Всех целую. До встречи в следующих видео. И пока-пока-пока. До встречи в следующих видео.